здравствуйте дорогие друзья вы на канале у светланы лоди сад сегодняшнем видео покажу первую пикировку сеянцев своих питуньи от агрофирма параютнер итальянской серии серия лагуна недавно вам снимала видео что питуньки перенесли стресс от того что я нечаянных обработала препаратом флород прошло шесть дней после обработки этим препаратом наконец-то листики распрямились и сейчас рассада в принципе чувствует себя неплохо хотя конечно она затормозилась в рост сегодня необычная озвучка потому что у меня часть ролика не записалась вся голос мне не хочется терять этот ролик потому что второй раз я такую операцию провести не мог пикировать я начинаю на ранних стадиях никогда не дожидаюсь когда растение сильно подрастет и когда корни уже будут такие более мощные чтобы как можно меньше надорвать их при том моменте когда я снимаю оболочку у таблет данные питуньи я посадила 10 ноября всходы были на шестой седьмой день но некоторые на восьмой день и вот сейчас пикировка в стадии 3-4 уже где-то 4 листика где-то 3 листика настоящих я пикирую сразу сеянцы в 200 граммовые стаканчики не очень люблю пикировать таким способом когда и в 100 грамм потом в 200 и так далее я пикирую 200 грамм потом веду перевалку в пол-литра потом в литр ну и в принципе с литра в мои питуньки уже переезжают на пмж грунт который готовлю я сама я добавляла перлит и в этом году добавляла сухой мох высушила мох и он легко очень измельчается руками то есть грунт должен быть очень легкий воздухопроницаемые влагоюм грунт я подготовила свой о том как я готовлю грунт конечно же есть видео это садовая земля перегной и торф равных пропорциях но здесь для маленьких сеянцев можно поступить еще как две трети грунта запомните вот своим грунтом и одна треть верхний слой у меня грунт классом специально купила этот грунт и по чуть-чуть добавляю для того чтобы маленький сеяц быстрее корешками схватил этот легкий грунт так как внизу стаканчика находится более питательный субстрат корни очень быстро схватят легкий объем и начнут искать питание и тем самым устремятся к середине к низу горшочка там более вкусный грунт и это только на руку растениям и их росту ну и так начинаю пикировку вот стаканчик этот конус который покупала многие спрашивают где вы покупали это покупала благодатном мире отличный инструмент для такого дела у некоторых сеянцев корешки конечно побольше у некоторых поменьше по разному все развиваются но в торфяных таблетках субстрат конечно же не вкусный не питательный и я долго никогда не держу мне торфяные таблетки нужны только для того чтобы появились первые всход я обрываю вот эту бум бумажную или какая она тряпочную оберточку у таблетки в обязательном порядке потому что она сдерживает рост корней даже нам когда нам говорят что корешки и и проткнут да они появятся но на дальнейшем развитии отражается это очень плохо сейчас таблетки видно что корешки еще не оплели полностью таблетку поэтому частично я ее снимаю и ничего в этом страшного нет конусом удобно делаю отверстие вот теперь очень важный момент питоне нужно посадить в стаканчики именно так чтобы она была не заглублена внутрь вот я сейчас показала что я заглубила этот это растение так делать не надо самое важное посадить именно так чтобы питоне росла на уровне горшочка ну или любого другого стаканчика аккуратно поставив росточек присыпаем легким слоем земли сверху немножечко его прижимаем встряхиваем ну и в принципе посадка проведи вот обратите внимание как посажена питоне что она не внутри где-то стаканчика иногда вижу что питоне половинка набранной земли там где-то растение растет так быть не должно потому что питоне пустит росточки боковые это произойдет достаточно быстро и эти ростки будут упираться у вас стаканчик будут искривляться искажаться но это плохо действует на развитие цветочка а вот при посадке растения вровень с горшочком пойдут из пазух боковые побеги как раз и дойдут до стенок горшка и мы легко можем за ними ухаживать и прищипывать по образу и подобию делаю пикировку всех других растений не забываем подписать в нужный момент чтобы не откладывать и ничего не перепутать и не забыть так естественно я занималась пикировкой только достаточно крупненьких растений а вот было четыре очень маленьких растения два сорта развивать совсем медленно конечно я их трогать пока не буду отложу их в определенную мисочку и отправлю еще на доращивание ну вот дорогие друзья закончила я закончила я первую пикировку или первую перевалку наверное пикировка это скорее всего 4 вот таких малюсеньких я еще оставлю более элитных условиях что называется то есть этим малышам нужно подрасти вот четыре всего эти товарищи уже которые рассажены им уже не обязательно даже такая высокая температура воздух которая нужна сразу для прорастания 17-18 градусов вполне нормально питание что нужно сделать теперь так как корешочки она дорвала то у меня как всегда лечка и препарат ради фарм для того чтобы лучше нарастала корневая система 2 миллилитра на литр у меня здесь литр воды и вот два миллилитра сюда разболтаю ради фарма такой найти вкус как я говорю всегда напоминаю вам чтобы вы покупали настоящий ради фарм пахнет ну кто знает вустерским соусом мне кажется таким рыбным немножко запахом вот для меня ну то есть своеобразные очень имейте ввиду если вы купили ради фарма он у вас не пахнет то может быть подделка потому что мне уже об этом пишут водичка чуть теплая и потихоньку поливаю здесь опять-таки правило как поливать не надо лить ничего под корень земля раз она пушистая влагоемкая она напитает сама видите я лью по стеночкам даже видно как вода сейчас проходит по стеночкам потому что ну чтобы ничего не размылось этого будет предостаточно вот сейчас водичка проходит по всем порам и вот так вот каждый стаканчик пролью ничем не накрываю уже никакими крышками ничем ставлю конечно же под свет также как и другая рассада сейчас запишу когда провел произвела вот эту пересадку из торфяных таблеток можно назвать что это пикировка тут хоть как вроде как говорим когда из общего из общей миски но здесь тоже из таблеток так все теперь питунька как только начнет пускать корешки я потом вам скажу чем сделаю первую подкормку до сего момента я не подкармливала ничем никакими кальциевыми селитрами вот почему-то мне не прижилась эта подкормка для я пробовала и вам говорила показывала кальциевая подкормка для того чтобы скелет разрастался корневой системы ну как-то я ничего не заметила поэтому никакую 1 вот сейчас на этом этапе подкормку когда совсем малыши ничего не делаю вот сейчас посмотрю как будет или неделька или две понаблюдаю как они будут расти и вот тогда уже начну начнут первые подкормки конечно же вам сниму да вы уже многие знаете ну вот честно говоря как-то я вот этой кальциевой селитрой пока нет пока не хочу все дорогие друзья никаких премудрости не ничего такого нового я не изобрела да и чё тут изобретешь все одно и то же каждый год наблюдаем ну вот а в меня бы сейчас питуньки были бы ну чуть чуть побольше я знаю ну так как я вот 6 дней вывела их из строя препаратом который им пока не нужен был видите они они притормозили получили стресс еще раз говорю отпаивала их хлореллы не разбавлены и что хочу вам сказать что можно было еще применить например циркон циркон или даже и пин вот в таких случаях когда растение такой стресс получила ну я как-то вот хлореллой поняла что они справятся ну справились посмотрим как это дальше будет на них действовать но я думаю что не будет ничего жесткого потому что препарат этот флорон он видите щадящий поэтому должно быть все хорошо ну и так вот сколько тут у меня растений 4 4 8 9 10 11 12 13 14 и 4 маленьких и 2 не взошло вот и результат моей деятельности вот первые маленькие растюхи прошел наверно уже месяц так что не особо тут что и подросло и смотрите время то уже декабрь поэтому не сильно здесь наверное перерастет моя роса но в общем понаблюдаем посмотрим что тут будет пока развивается так же как и вся любая другая рассада из семян все дорогие друзья запишем эксперимент я почему снимаю видите подробно вам ролики где купила семена как их подготовила посеяла вот теперь первая перевалка потом будет первая подкормка потом первая прищипка и так далее вот опять в этом году ну ролики все один за другим поэтому кому интересно подписывайтесь чтобы следить за этими экспериментами как и кто здесь подрастает кто совсем малыши кто вроде как терпимо что называется и будем ждать красоты спасибо всем за ваше внимание за ваши комментарии советы как всегда говорю всего всем доброго и самое главное крепкого здоровья